Посещение взрослой поликлиники города Видное началось с осмотра инфомата для электронной записи к врачу. Если у пациентов возникают трудности, разобраться им помогает администратор, и он же консультирует, как записаться к участковому терапевту или узкому специалисту. Далее был поднят вопрос лекарственного обеспечения льготных групп граждан. На настоящий момент в области есть четыре автомобиля, которые по заявкам осуществляют доставку лекарств инвалидам и тем, кто не может выходить из дома по состоянию здоровья. Должен главный врач или ответственный за лекарственное обеспечение сказать, что у нас есть такой неходячий пациент, вот такой-то адрес доставьте ему льготу. Врач, это всё должно исходить из врача. В сопровождении Виктора Шашкова, главного врача Видновской районной клинической больницы, Валентина Владимировна посетила кабинеты поликлиники и побеседовала с врачами. Все замечания обещали устранить, а предложение воплотить в жизнь. Хотелось бы также поделиться приятным впечатлением, что мы заканчиваем строительство, и у нас оно практически уже заканчивается в Пуговичино, где фельдшерско-акушерский пункт будет работать. И не просто будет он работать, обслуживая пациентов, но мы планируем на этой же площадке сделать отпуск льготного лекарственного обеспечения. Заместитель министра отметила, что вовлечённость известных людей в проблемы здравоохранения помогает медицинским работникам обращать внимание населения на вопросы здоровья. Активно очень мы работаем с Оксаной Пушкиной, вот по Видному с Илоной Броневицкой. Многие вопросы позволяют более активно, наверное, вместе решать нам. После посещения поликлиники Валентина Владимировна встретилась с ветеранским активом Ленинского района. Дмитрий Книгов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.